Здравствуйте, мои дорогие друзья! Хотел затронуть такую тему, как путь воина, настоящего воина. Воин – это не только военнослужащий, не только работник каких-то правоохранительных органов. Воином также является человек искусства, учитель. То есть, те люди, которые несут какие-то определенные знания. И вот, знаете, для воина самое главное является это жить по совести и хранить свою честь и служение именно своей отчизне. Как бы это громко не звучало, своей родине, своему народу. И вот, знаете, совесть, она изначально, она дается нам при воплощении здесь. То есть, когда душа приходит в этот мир. То есть, вот как-то так. И для военнослужащих, допустим, принимающих присягу. То есть, возможен даже некий в себе какой-то оговор, что если какие-то приказы будут противоречить моей совести, то я не буду их выполнять. Это очень важно, на самом деле, именно вот для себя. Знаете, я принимал присягу один раз. И это была присяга Советскому Союзу. И я ее не нарушил, дорогие друзья. И на самом деле, то есть, это на самом деле важно. И вот, посмотрите, то есть, воин, да, что он должен нести в себе такие вот высшие качества, моральные качества. Должен быть реально примером. И в душе каждого воина это должно обязательно быть и присутствовать. Ни в коем случае, то есть, ни в коем случае не обижать невинных, не заниматься какими-то грабежами, насильственными действиями. Это должно быть внутри, на самом деле, потому что каста воинов – это практически высшая каста именно по сознанию, по тому, как вот душа приходит сюда. Вот другие. Вот такие мысли у меня. Не знаю, насколько я прав, но вот, что хотел донести, возможно, мне получилось это. Здравия вам всем, силы и знания. Продолжение следует...